МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В частности СМИ у эпоху личбовизации. У Гомеля сегодня прошел семинар для региональных журналистов. Больше худко и зручно. Межрайонный регистрационный отдел областной ДАИ теперь по новым адресам. А зараз об этом и иншим больше подробно. Знайомство со спецификой работы и коллективом. Телерадио-компанию Гомель наведал старшиня облаканкама Геннадь Соловей. Причем визит не был связан с записом программы або телешоу. Сустреча прошла в вольном формате. На этот раз журналісти смогли погутырить с губернатором не на подземную тему, как это, конечно, отбывается во время официальных интервью, а задать жизненные вопросы. Ведомо подчинялись меркованием Геннадия Соловья об перспективах развития региональных СМИ. Марина Джалая с подробностями. Реальная подорожность получалась с виртуальным. Беда и у каждой студии для Геннадия Соловья демонстровали фрагменты программ, ток-шоу, проектов, которые створаются командой телерадио-компании Гомель. Вот у этой студии отбывается запись информационных выпусков. Литерально про несколько минут журналисты и технический персонал приступили до записи нового титня. Губернатор означает, что головное объективно адлюстровать життя региона, выслухают разные меркования и подходят до створения программ аналитично. Тут же Геннадия Соловья гучевает пропонову створить на телебачене инновационный продукт. Для помощи в этом могут специалисты IT-сферы. Кировничество в области зацікавлено в развитии лечебных технологий в регионе, тем больше у медиа просторы. У центральной аппаратной губернатора знайомится структурой холдинга Белтелерадио-компании и региональном сегменте БТРК. Геннадий Соловей нагадывая об тем, что процедуники УЛАДы, як и журналисты, повинны быть там, где есть проблемы, ставить у центр интересы человека, да помогать людям. Самое главное в вашем качестве – это должна быть вот эта объективность. Мы, как всегда, доступны и власть доступна, потому что мы стоим на страже наших интересов в Республике Беларуси, а вы эту информацию доносите для наших простых людей и всех других. Но это объективная информация должна быть. Побач в кабинете режиссера у Геннадия Соловейа знайомится спецификой монтажу информационных выпусков и телепрограмм. Размова и об актуальности выкористания беларуской мовы на телебачене. Штудионные выпуски новинов – беларускомовные. Наступная кропка – у соседнем будинку. Тут так само телестудии и радио. До эфира застается у сего некольких хвилин. У студии диджеи Татьяна Ушакова, Катерина Календа, радио-ведучий Сергей Негеревич. Кенец Соловей с цикавостью, не зирая за их работы, одночасово уносит свои пропановы. Наприклад, робить невеликые выпуски об жизни кожного района Гомельщины. Кабжихар, наприклад, Хойников на радиохвалях пачуав тем, что отбывается у Кармете Лоеве. Завершается подорожа по медиапросторы телерадиоцентра у эфирной телестудии. Недавно она целиком обновилась. Тут же губернатору демонструють презентационный ролик телепрограмм. Усеяны на слуху. Диалог, головная тема, земля наша, бизнес-план, добрый вечер, Гомель, народный майстер. На развитание губернатора огучивая уластные идеи, які народилися под час наемства с телекухней. Наприклад, яны тычутся створення на переданні новогодних святов ролика про новую чароную резиденцию Деда Мороза у Лясковичах. А еще Генец Соловей нагадывает об тем, что улада завсюди подтримает актуальные идеи, якими можно не только разнастать телеконтент, але и объеднать громадство в вращении знаковых питаний. Наприклад, об створении мемориала на месте трагичных подей часов Великой Чинной войны у вёсцы Алла Светлогорского района. Улетку наша здымочная бригада наведывала гэтые журботные мястины. Нагадаем, вёска была спалена фашистами за один день. У студени 1944 года у Аллу согнали же хору ясше шести населенных пунктов и спалили их у хатах. У жудостных пакутах тут загинули 1758 человек. 950 их – дети. У сукупности гэта – як 12 хатыньев. Даже после войны вёску так и не одновили. А вось народная память об этой жахливой подее живе. И память, гэта дякуючую людям и поддержку уладов, повинна быть адлюстрована лепшими майстрами в выгляде архитектурной композиции. Марина Джала, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Темчасом сегодня у «Гомеля» обмерковали кропки росту СМИ у сучасной медиепросторы. Удосконаливание технологии вытворчасти и подрыхтоку журналистских кадров. Министерство информации Беларуси инициявало проведение семинара для державных сродков массовой информации. Мета – обмерковать перспективы деятельности региональных СМИ у эпоху личбовизации. С подробностями Евгения Кухаронак. Утримливать увагу читачу и быть запотребованным – головный метод рукованных СМИ. Право почивать на лаурах былых заслуг у ихняма, особенно во умовах им клево-зменливого медиаринку. Необходно худко адаптоваться у новых умовах, наладживать деятельность в интернете, працавать, саправды, якостно, объективно, сучасно. Мы сегодня говорим не просто, допустим, о продвижении в интернете, мы говорим о том, что нужно аудиторию удерживать. Вот та проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся. Мы сегодня говорим о росте конкуренции в сегменте региональных СМИ. И это, собственно, не отдельно взятые какие-то моменты, это уже тенденция, мы ее видим хорошо. А там, где появляются конкуренты, там уже другие требования к средствам массовой информации, к той же районке. Друкованные СМИ Гомельской в области активно развиваются, об этом свечать их. Упевненные кроки у сферы медиамаркетинга и колькосные выники. За прошлый год, больше, как у полторы разы, выросла колькос подписчиков у группах газет Гомельщины у социальных сетках. Мы полностью сделали редизайн нашей газеты, редизайн сайта. Мы сделали телеграм-канал, разместив этот телеграм-канал для удобства просмотра именно на базе нашего интернет-ресурса. И при помощи простого клика наш читатель может переместиться на базу телеграм-канала и посмотреть стримы с наших мероприятий. То, что проходит на территории Гомельского района, города Гомеля, и области в целом. У минулого года Министерство информации заказало у специалистов факультета журналистики БДУ навыковое доследование. Оно предуглеживает выучение усех аспектов деятельности региональных друкованных СМИ на протяжении трех годов. Додатково были организованы социологические опытания, ориентированные на выяснение, чего сучасный читатель ждет от газет и их сайтов. Подобные семинары – добрая пляцовка для обмеркования выников этих доследований. Гомельская область здорово выросла. Есть очень хорошие итоги, они наблюдаются нами сегодня, но я думаю, что это только часть пути, большой отрезок пути еще предстоит пройти, как в части, собственно, бумажных версий, так и в части присутствия в сети интернет. Евгения Кухаронак, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». Усе прогнозные показчики выполнены. На посадочении Гарвы Конкама сегодня обмерковывали выники социально-экономичного развития областного центра за 9 месяцев 2019 года. Замежные инвестиции и экспорт продукции и послуг. В этих сферах серьезный прирост. Амаль 40 миллионов долларов укладания замежного бизнеса в экономику города. Это вдвоя более, чем было заплановано. Экспорт товаров повеличился на четверть, в сравнении с минулым годом. Поширилась и география. Предприемства «Гомеля» поставляют свою продукцию в 78 краин света. Подавництво и IT-сфера стали драйверами для росту показчиков экспорту по слух. Расте и зарплата. Амаль на 13%. Значально сменшиласься колькость стратных предприемствов. Уменьшилось количество убыточных на 11 предприятий. Их по итогам 8 месяцев года сейчас в городе 33. Это наилучший результат за отчетный период, скажем так, за три последних года и даже за пять. То есть с точки зрения финансовой устойчивости наших предприятий и организаций мы стали чувствовать себя увереннее. Завтра в Беларуси пройдут черговые промые линии мясовых органов улады. В Гомельском облаконкаме с вороты граждан будет принимать наместник старшины Владимир Горбачев. Номер телефона в Гомеле – 33 12 37. Промая линия працует с 9 до 12 годин. В ГТШ на связи будет наместник старшины Гомельского облаконкамя Сергей Андреев. Номер телефона промые линии – 51 45 58. Рост назирается, але ситуация не критичная. На посаджении областной комиссии по справах неполнолетних проанализовали узровень злочинности сирот подлетков за 9 месяцев года. Поговорить представникам затекавленных боков есть об чём. Подлетковая злочинность с початку 2019-го в поравнании с аналогичным периодом минулого года повеличилась на 17%. Росты зафиксованы в 12 районах в области города Гомеля. Крадежи и хулиганствы – основные порушения, которые здесь сняются неполнолетние. Причем каждое пятое злочинство здесь сняется разом с дорослыми. Дорогие, недогляд сбоку о поршнях – одна из важных передумов порушения у закона. С причин так само выделяют незанятость молодых людей и семейную неулаткованность. Нередко подлетки порушают закон и дели лайков в социальных сетках. Подчас посаджения областной инспекции по правах неполнолетних омерковали меры попереджения негативных зъял. Каких-то системных таких провалов в работе я правоохранительных органов не вижу. Но опять сегодня есть тема для разговора за 9 месяцев, дабы все-таки к концу года мы контролировали ситуацию, достойно завершили год. Но и со спокойной совестью встретили 2020 год и сказали, что в прошлом году мы все сделали от нас зависящее для того, чтобы обуздать подростковую преступность. Регистрационный отдел областной держаутоинспекции, який ранее находился на 9-м километре Чарниговской шаши, переехал у новый будинок по улице Борисенке 6. Его урочистые открытия отбылося сегодня. Наши корреспонденты подчинялись, что изменится для наведбольников. Открытие регистрационного центра заплановали на полову 8-й годины ранецы, еще до начала обслуговывания наведбольников. По године должен знать, как повиншировать особистый состав с приемной подеей и узнагородить тех, кто вызначился. Майстер Гомельского городского дорожно-будовнического ремонтного треста Максим Каляду отримливая поддяку управления внутренних справ. Это под его керавництвом проведены усе необходные работы, при чем у степлый термин. Бъем был очень большой, сроки тоже поджимали. Работали и в продленке, и старались выходные выходить. Ну, как говорится, с поставленной задачей справились. Переразание шервоной стушки означает початок эксплуатации, по сути, нового регистрационного отдела. От своего попередника, який находился на 9-м километре Чарниговской шаши, и он адрознивается кардинально. Тут саправды больше зручно, причем як для наведбольников, так и для работников. По большому счету, были изучены все негативы, все минусы работы в старом помещении, и проведена огромнейшая работа, чтобы не было жалоб граждан, те, которые, по большому счету, были в старом помещении. Особливую увагу надались творению умов для обслуговывания людей замежаванными физичными махчимостями. Усталявали специальную кнопку для выключу супрацовника милиции на улице. Плясовку для обслуговывания автомобилей обсталявали таким чином, как полностью выключить верогодность аварийных ситуаций. До речи, як чакается, что день у этом отделе будет проводиться оформление документов, прикладно, на 150 автомашин. По разных подставах – регистрация изнятия з улику, изменение юридичного адреса, форму властности, т.е. назвы организации. При этом выдавать людям документы тут обещают непосредственно у день з вороту. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». На переддне у «Гомеля» вызначили имя переможца областного этапа конкурса «Студент года-2019». Им стал Дмитрий Беразовский с Белорусского гандлево-экономичного университета с Поживецкой кооперацией. И он обошел шесть конкурентов с других университетов «Гомельщины». Усяго у отборочных этапах приняли удел больше за 30 студентов. Усе конкурсанты мают середний бал в учебе не ниже за 8. Заявляются переможцами предметных олимпиад, навыковых конференций, стабиндиатами специальных фондов, а так само ведут активную громадскую деятельность. Подчас финала удельники демонстровали свои интеллектуальные творшие сдольности и лидерские якости у четырех турах. Заявляли оригинальными самопрезентациями и творшими номерами, демонстровали видеоролики и отказывали на пытания. Я безумно рад. Возможно, я сейчас спокоен, потому что эмоции все равно. И готовился очень серьезно. И, в принципе, был уверен в своих силах, поэтому я спокоен. Но я, честно, внутри очень рад. Я взял целевое направление из РАИПО Гродненского и приехал сюда учиться на бухгалтера. И не пожалел об этом ни разу. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации – самый лучший в Гомеле. Я это говорю с уверенностью и гордостью. Финалисты отримали памятные призы и подарунки от партнера в конкурсу. В Снежне Дмитрий Беразовский представить студентскую супольность нашей области в финале конкурса в Минске. В Гомеле прошла областная конференция сяродного ученца. В пошуку ее приняли в отдел о мальдзвести докладчиков зосяго региона. Их працы экспертная комиссия брала с досланных 470 заявок. Работу конференции организовали по двух направлениях – природознавчим и социально-гуманитарным. В 17 секциях можно было почуть об доследовании химичного склада туши для повек, пра реставрацию монет у хатних умовах, перспективах развития краезнавчих маршрутов у Гомеля. Разностайность навыковых захоплений у молодзи приемно здивила членов журы, представленного наставниками ГДУ им. Франциска Скарыны и Института развития адукации. Конференция состоялась, она укрепилась, стала известна не только у нас в Гомеле, но и в Беларуси. И дала хорошие плоды. Удалось выйти, можно сказать, гомельским школьникам, можно сказать, за всю историю на международный уровень. Вот начиная с 2011 года, у нас каждый год школьники регулярно участвуют в самых престижных конференциях не только Республики Беларусь, но и ближнего и дальнего зарубежья. По выниках конференции дипломы отримали 95 удельников. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Добруши нетрезвый водитель попытался уйти от преследования ГАИ. Экипаж вел службу на улице Интернациональной и приметил автомобиль, водитель которого управлял машиной странным образом. Его форт Мондео петлял по дороге. На требование выйти из машины водитель не отреагировал и лишь прибавил газу. Началась погоня по улицам райцентра. Чтобы остановить нарушителя, сотрудникам ГАИ пришлось применить стабильное оружие – открыть стрельбу по колесам. Водитель Форда, в случае не остановки будет использовано оружие. Повторяю, будет использовано оружие. Выходите из машины. Выйдите из машины. Вызывайте ОМОН. ОМОН может возьмем меня. ОМОН. Вы меня не возьмете. Я вам скажу. Водитель заблокировал двери и отказывался выходить. Чтобы задержать нарушителя, инспекторам пришлось разбить стекло автомобиля. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По предварительной информации, причиной неадекватного поведения 57-летнего мужчины было желание избежать наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие 1,6 промилле спирта в парах выдыхаемого им воздуха. А в Гомеле водитель-бесправник устроил ДТП и сбежал с места аварии. Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. Столкнулись два автомобиля – Рено Кангу и Рено Флюенс. Нарушитель находился в первой иномарке и при выезде на главную не уступил дорогу второй. В итоге машина 36-летнего гомельчанина перевернулась, а сам виновник ДТП сбежал. Сотрудники ГАИ нашли беглеца. Оказалось, мужчина был лишен права управления за вождение в нетрезвом состоянии. На момент задержания он тоже был пьян. Мозорский районный суд вынес приговор водителю БМВ, под колесами которого этим летом погибла 36-летняя женщина. Мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Также в пользу двоих несовершеннолетних детей погибшей осужденный должен выплатить материальный ущерб по 25 тысяч рублей каждому ребенку. Напомним, трагедия произошла 12 июля в деревне Скрыгалов, где отдыхала компания людей. Молодой человек решил покатать приятелей на БМВ Х5. Одна из женщин села на капот. Водитель не справился с управлением, из-за чего пассажирка упала и оказалась под колесами авто. Женщина погибла на месте. Сотрудниками Мозорского РУВД устанавливается местонахождение 17-летнего молодого человека Федоськова Дмитрия Вячеславовича, который 23 октября около 13.00 ушел с места учебы Калинковического аграрно-технического лицея и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Вот фотография этого подростка. На вид ему 16-17 лет, рост 167-170 сантиметров, он среднего телосложения, у него русые волосы, средней длины, карие глаза. Был одет в темно-синюю ветровку, красную байку с надписью на английском языке «The North Face», светло-серые спортивные штаны, светло-бежевые кроссовки. При себе имел черный рюкзак. Все, кто располагает информацией о местонахождении юноши, просьба позвонить в милицию или сообщить об этом по телефонам, указанным на экране. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с «Де Факто» и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельчане стали призерами чемпионата Европы по спортивной акробатике. Соревнования проходят в израильском городе Халон. Бронзовая награда у мужской пары Максим Макаревич и Олег Михалевич. Спортсмены показали третий результат в динамических упражнениях. Кристина Лешова, Дарья Иванютенко и Анна Кацуба поднялись на пьедестал почета в этой же дисциплине. У девушек также бронза. Все спортсмены – воспитанники Гомельской с «Дюшор» номер 4. Всего в копилке белорусской сборной сейчас четыре награды континентального форума. Три бронзы и серебро. В российском Ижевске сегодня стартует чемпионат Европы по дзюдо среди молодежи до 23 лет. За медали континентального первенства будут бороться и представители нашего региона. В рядах сборной Беларуси Ульяна Мининкова и Виктория Новикова. Первая выступит в весовой категории 57 килограммов, вторая – 70 килограммов. С очками «Рыси» и «Волки» представители Гомельской области в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге провели очередные поединки. Лида в гостевом поединке против Гомеля открыла счет уже на четвертой минуте. Полчаса игрового времени понадобилось хозяевам, чтобы уравнять цифры на табло. Гостев восстановил паритет. Более в основное время команды результативными действиями не отметились. В овертайме хозяевам удалось вырвать победу. Субхи поставил точку в поединке 2-1. Победа Гомеля. «Металлург» на домашнем льду принимал Гродненский «Неман». Команды также отложили решение вопроса о победителе на овертайм. В основное время заброшенных шайб не было, а на третьей минуте добавленного Александр Малявка принес победу гродненской команде. Завтра на арене Гомельского ледового дворца пройдет очередной эпизод Полесского дерби. Матч между Гомелем и «Металлургом» стартует в 17.00. После паузы, связанной с матчами сборной страны, возобновляется чемпионат Беларуси по мини-футболу Высшей лиги. В седьмом туре три игровых дня. Гомельские болельщики воочию смогут увидеть только один поединок. Завтра на паркете спорткомплекса «Локомотив» встретятся ВРЗ и Светлогорский ЦКК. Начало в 15.00. Быча отправится в гости к Щучину. Матч пройдет в воскресенье. Начало в 2 часа дня. В первой лиге чемпионата Беларуси по футболу завтра на порядке дня 27-й тур. Речицкий спутник ждет в гости Оршу. Матч пройдет на стадионе Центральный райцентр. Начало в 15.00. Гомельский «Локомотив» отправится в Барановичи, где сыграет с местным одноименным клубом. Светлогорский химик 27-й тур пропускает. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин